Пхукет Архит Резорт Энд Спа Расположение действительно очень удачное. В одном километре от отеля есть крупный торговый центр, где можно пополнить продовольственные запасы, туалетных принадлежностей и всего необходимого. Поблизости много магазинчиков, кафе, ресторанов и массажных салонов с недорогим массажем. По желанию можно прогуляться до пляжа Ката. Обмен валюты можно осуществить в разных пунктах, все рядом. Главное сравнивать курсы, чаще всего выгоднее обменивать доллары на баты, рубли идут по заниженному курсу. По тайским меркам территория отеля достаточно большая, она хорошо ухоженная, окружена тропическими садами с множеством орхидей, красивыми мостиками через бассейны и водопадами в них. Охраняется территория тщательно, поэтому ночью гулять без ключа от комнаты не рекомендуется, то есть случайных посетителей и прохожих здесь не будет. Отель предоставляет услуги трансфера и проката автомобилей, обустроена бесплатная парковка. Пляж Корон Один из лучших на Пхукете, с хрустящим чистейшим песком, и находится через дорогу. Прогулка от отеля займет всего пару минут. Пляж отделен от дороги широкой зеленой зоны, где можно спрятаться от солнца. Вход удобный и ипологий, вода чистая если нет высоких волн. В не сезон, а это летом сильные волны, это нравится взрослым, они воспринимают это как развлечение. Так как состояние пляжей на Пхукете, сильно зависит от времени года, рекомендуется заранее узнать, на какую погоду можно рассчитывать. Пляж общественный, не особо оборудован, лежаков, зонтиков, туалетов, душа, и кабинок для переодевания не предусмотрено. Шезлонгов от отеля на пляже нет, но есть шезлонги платные. Сейчас повсеместно в Таиланде лежаки и зонтики убрали со всех общественных пляжей. Большинство выходят из положения, покупая матрасик и зонтик в магазинах вдоль дорог, а некоторые нежатся под пальмами на полотенце. До пляжа Ката, можно дойти пешком примерно в 20 минут ходьбы, или рейсовый автобус по 35 бат с человека, такси, от 200 бат за машину в одну сторону, торгуются неохотно. Ката, более спокойный пляж, после обеда бывают отливы. Инфраструктура развита так же хорошо, как и на Короне. Куча кафешек, макашниц и ресторанов, голодными ходить не будете. Средства защиты от солнца везите с собой, там они стоят очень дорого. У отеля два взрослых и один детский бассейн. Бассейн. Бассейны разной глубины, так же есть и несколько солидных водных город, которые тянут на полноценный аквапарк. Кстати, после заката не запрещают купаться, если, конечно, пловцы ведут себя тихо. Вода очищается круглосуточной системой фильтрации, на хлорку нарваться возможности не будет. Повсюду разбросаны маленькие декоративные водоемы. Рядом расположен массажный салон и оздоровительные процедуры у бассейна. Есть бар, не только с различными напитками, но и обедом. Родителям с детьми, здесь есть отдельная зона около бассейна. В детском бассейне указана глубина, и имеет пологий вход в воду. Одна его треть защищена сверху от ультрафиолетового излучения тантом. В бассейне есть несколько водных горок разной формы. Также возле бассейна стоит коробка с игрушками, в основном мечами. Дежурят спасатели. Отель состоит из 7 четырехэтажных корпусов, выполненных в сочетании современного и традиционного тайского стиля. Корпуса не новые, 90-х годов постройки, но в хорошем состоянии. В отеле 524 комфортабельных номеров. Делюкс. Номера замечательные, просторные, достаточно светлые. Можно спокойно бронировать. Пол Аксесс. Тот же Делюкс, но на первом этаже, и с выходом к бассейну. Фэмилирум. Идеально подойдет для семей. Этот однокомнатный номер позволяет разместиться 4 взрослым, 2 двуспальные кровати, или 2 взрослым и 2 детям. Двуспальная кровать плюс двухъярусная. Во всех номерах есть балкон, либо терраса в категории Пол Аксесс. С балконов открывается вид на горы или бассейн, но и есть номера с видом на стену соседнего отеля. Удобно, что есть перекладина для сушки белья. Нечетные номера выходят на бассейн. В каждом номере вне зависимости от категории, есть кондиционер, мини-бар или холодильник. Напитки платные, телевизор со спутниковыми каналами, фен, душ, Пол Аксесс плюс ванна. По стояльцам выдаются мыло, гели для души и шампунь. А халаты и тапочки в категории Пол Аксесс. В комнате также есть сейф, но ключ нужно попросить на ресепшн. В отеле допустимо ребенку спать вместе с родителями, без оплаты дополнительного спального места, а если ребенку нужна кровать, то она бронируется и оплачивается дополнительно. Кстати, телевизоры не оборудованы USB-портом, и нет DVD-проигрывателей, поэтому посмотреть любимый сериал из флешки не получится. Любителям чая, есть электрический чайник, чай и кофе набор есть, но пополнять набор вряд ли будут. Воду приносят ежедневно в стеклянных бутылках по 0,5 литра. Как и везде стеклянные бутылки из-под воды не выбрасываются, они у них в цене. Их нужно оставить там же, или на столе, их заберут. За каждую пустую бутылку вам поставят полную. В холле отеля есть бесплатный интернет, но он достаточно медленный. Интернет в номере отеля платный. Примерная стоимость 1 день 200 бат. Неделя 500 бат. 2, 900. Проблема решается покупкой местной симки, выйдет гораздо дешевле. Кормят в отеле довольно неплохо. Можно выбрать любую систему питания. Только завтрак. Полупансион. Завтрак и ужин. Напитки не включены, подаются за дополнительную плату. По предварительной договоренности, на ресепшен можно изменить ужин на обед, если так удобнее. Обслуживание по меню. Полный пансион. Завтрак, обед и ужин. Напитки также за отдельную плату. Обслуживание по меню. Еда вкусная, готовят качественно. Тем не менее, туристы все же предпочитают брать только завтраки. Выбор вполне достаточный и разнообразный, если не пытаться съесть все и сразу. В главном ресторане есть микроволновая печь, где можно подогреть еду ребенку. Если нет желания питаться в отеле, то есть масса кафе, баров и ресторанов в непосредственной близости. Практически на каждом шагу встречаются ларьки со свежими фруктами. Стоят недорого, за 10-20 бат их почистят и нарежут. Очень хорошие отзывы о ресторанчике Lexia Food. Недорогая вкусная еда, русское меню с картинками. Средний чек на двоих, примерно 400 бат или чуть меньше. Попробуйте покушать в разных местах. Найдите свой ресторан. Где-то будет подороже, где-то подешевле. Спайси или ноу-спайси, это только на ваше усмотрение. Кстати, некоторые тайские блюда, когда не острые, невкусные, и внимательно следите за суммой заказа и суммой в чеке, могут что-нибудь попутать или целенаправленно обмануть. В отеле функционирует детская площадка, но только в дневное время. Ночью она не освещается. Площадка также защищена от прямых солнечных лучей. Для детей есть горки, разнообразные качели. Имеется футбольное поле, где мальчишки с удовольствием погоняют в футбол. Анимации в отеле нет. На территории есть спа-центр, сеансы тайского массажа. А для тех, кто занимается спортом, в отеле бесплатный тренажерный зал. Там выдают полотенце и питьевую воду. К услугам несколько беговых дорожек, велотренажер, гантели и несколько базовых тренажеров для силового тренинга. При пользовании спортзалом, обязательной спортивной одежды и обувь. В целом, отель идеально подойдет для тихого и спокойного пляжного отдыха с детьми на Пхукете. Приятных вам путешествий! Редактор субтитров А.Семкин